Мортал Комбат Теккен Ай, господи, прости Virtue Fighter Все эти имена нам всем знакомы Я знаю многих фанатов Мортал Комбата Я знаю многих фанатов Теккена Лично не знаю ни одного фаната виртуального бойца Но лично я Тащусь по Street Fighter По уличному бойцу Тащусь настолько, что Когда работал в аниме-журнале НЯ Я написал обзорную статью по всем играм Ну, не столько по играм, сколько по сюжету По которому строятся взаимоотношения бойцов И вообще происходит все то, что мы видим в этом файтинге Да-да, Капком никогда не стремилась показать сюжетно что-либо в своих файтингах Но тем не менее она, нагревая руки на популярности своей франшизы И пытаясь загрести побольше денег, делала аниме Аниме практически по всем частям уличного бойца, выходящим до сих пор И в свое время в журнале НЯ Я обозрел эти аниме С вами Некрозор Мой некропамятный обзор Он будет посвящен не какой-то конкретной игре Сегодня я хочу сделать, скажем так Видеоверсию статьи, напечатанной вот в этом вот выпуске аниме-журнала НЯ Так что не судите строго Могут быть баяны, могут быть спойлеры Где-то, может быть, я был неправ Где-то я могу сказать какую-то глупость Но я хочу сказать следующее Практически все, что будет сказано в этом некропамятном обзоре Я почерпнул из тотального просмотра всех анимешек по стритфайтеру существующих на сегодняшний день Ну что ж, погнали! Когда и почему начались все эти уличные бои, точно неизвестно Википедия говорит, что каждый год в самых разных уголках земли проводятся подпольные турниры На которые съезжаются мастера боевых искусств Наградой за поведу в серии поединков объявлена крупная денежная сумма Но неужели только желание наживы движет теми, кто принимает участие в боях? Вряд ли Среди заурядных каратистов и трюкачей на турнир часто записываются весьма необычные личности В 1987 году в Японии на игровых автоматах увидела свет игра, посвященная обильному мордобитию Называлась она Fighting Street Отличительной чертой ее был подход к поединку От игр драк того времени, где герой обычно шел по улицам и бил всех встречных поперечных Fighting Street отличался ограниченной ареной, неплохой детализацией и множеством специальных приемов Коими располагали подконтрольные персонажи Правда, их было всего двое Рю и Кен Японцы, молодые, со взором горящим, знамо дело прожигали иены, выделенные им на обед в игровых клубах Почуяв прибыль, Capcom мигом перенесла игру на домашние консоли Но порт оказался провальным по многим причинам И за пределами Японии так и не появился Однако опыт, который получили разработчики, не пропал даром И вскоре свет увидела игра, ставшая легендарной Street Fighter 2 От своей прародительницы вторая часть бойца отличалась расширенным набором доступных игроку персонажей Удобной системой выбора бойца и более дружелюбным управлением Которое сохраняется почти неизменным и по сей день Первый старт игры был на аркадных игровых автоматах О том, насколько успешной она оказалась, говорит тот факт, что спустя год Capcom пошла ва-банк И портировала SF2 на все популярные приставки Улучшая и дополняя свое детище где только возможно При переносе игры пострадало в первую очередь управление Аналоговых стиков геймпад этого времени, в отличие от игровых автоматов, не имели А комбо-удары в SF2 всегда базировались на прокрутке джойстика Сколько контроллеров было сломано в попытках заставить Рю крикнуть ХАДЮКИН! И огреть врага фаерболом А мозоли на пальцах игроков были круче, чем у гитаристов Тем не менее, картриджи с игрой расходились лучших горячих пирожков Но почему же Street Fighter 2 стала легендарной? Ответ прост Капком умудрилась поддержать интерес игроков Вокруг ОДНОЙ части игры В течение ДЕСЯТИ ЛЕТ В этот период успело возникнуть немало файтингов Некоторые даже составляли конкуренцию с F2 На что Капком отвечала очередным аддоном Именно благодаря конкурентам Уличный Боец приобрел свой современный вид Вселенная дополнялась новыми персонажами Появились сложнейшие, но мощные и красивые ультра-комбо Спустя время, набравшись опыта Капком выпустила третью часть Уличный Боец 3 Новое Поколение Но она особого успеха не снискала Дело в том, что разработчики заменили всех персонажей Кроме Рю и Кена на новичков А фанаты такого не прощают Никому и никогда Тогда Капком ударилась в кроссоверы Разной степени вменяемости Конечно, скрещивание вселенных было и раньше Капком против СНК, Капком против Марвел Но в тот раз скрестили совсем уж ужас ежом Street Fighter's Mortal Kombat Еще историю для этого бреда придумали Но заврячил свет Капком объявила о выходе четвертой части франшизы И снова игра произвела фурор Вновь боевая ярость обуяла игроков по всему миру Теперь SF стал трехмерным Но в отличие от Street Fighter EX Серия трехмерных игр вселенной Street Fighter Теперь персонажи выглядели как люди А не как коробки на тросах Также было решено Сохранить старую игровую механику Теперь персонажи находились на одной плоскости А не гонялись друг за другом по всей арене К тому же игроделы переработали сюжет Введя нового злодея, но сохранив при всем этом связь с прежним Впоследствии вышло дополнение с новыми персонажами и подправленным балансом И множество кроссоверов с другой знаменитой файтинг серией А теперь касаемо сюжета Главным минусом игр про уличных бойцов Было почти полное отсутствие сюжета Пара реплик перед боем и роли после победы над главгадом Никак не могут претендовать на звание вершины сценарной мысли Но Capcom взялась за дело серьезно После портирования SF2 на консоли В Японии стали выходить одноименная манга В ней рассказывалась история персонажей, их взаимоотношения и мотивация Поначалу героям манги были только персонажи из игры Но впоследствии в ней стали появляться оригинальные бойцы части С которых перекочевало в игровые дополнения Своеобразной экранизацией манги Стал аниме сериал Street Fighter 2 Victory От Групп Так В нем рассказывалось о том, как молодые бойцы Овладели легендарной энергией Сацию Но Хадо Которая может принести небывалое могущество или смерть Но каноничным сериал не стал Не в последнюю очередь, потому что многие персонажи Предстали в нем в непривычном амплуа Так Дгалсим из Йога превратился в старейшину индийской деревушки Чан Ли познакомилась с Рю в детстве Что противоречит последующим анимам Одновременно с сериалом вышла полнометражная Ова Street Fighter 2 В ней Рю уже обладает Хадо Байсон лелеет планы по захвату мира А Кен пытается найти Рю, чтобы выяснить чье кунфу круче Эта анима стала первым каноничным фильмом по вселенной Книжного бойца Вскоре вышло игровое расширение SF2 Alpha В нем появился новый персонаж Акума Владеющий всеми приемами Рю и Кена Кроме того, теперь можно было играть за темного Рю Никто не понимал, что это значит, пока не вышло аниме Street Fighter 2 Alpha И его полнометражное дополнение с припиской Animation Ставшее самым эмоциональным аниме в линейке В этих фильмах рассказывалось об опасности владения Са Цуно Хадо Скользь об этом говорилось и в сериале SF2 Victory Но в Альфе все подается подробнее Третья часть игры осталась без экранизации И даже в манге события игры стараются обходить стороной Четвертая часть SF сопровождалась громким пиаром В том числе выходом Ова с простым названием Street Fighter 4 Графически это был полный провал, но в сюжете мелькали интересные намеки на связь двух корпораций Дело в том, что исконным злодеем вселенной Street Fighter был Байсон Глава террористической корпорации Теневой Закон Мечтающий собрать под своим знаменами лучших бойцов со всего света В четвертой части роль злодея играет некто Сет и корпорация Син или Грех Создающая супер-оружие Когда вышло дополнение Super Street Fighter 4 Появился мини-сериал с под заголовком Джури Повествующий о тайной разработке греховной корпорации супер-бойце по имени Джури Забавно, но некоторые моменты экранизации перекочевали в итоге непосредственно в игры Так в кроссовере Capcom vs SNK Если вы играете за Рю и встретитесь с Сагатом Он хватается за шрам у себя на груди Именно Рю оставил этот шрам в анимешке 1992 года А теперь обо всем поподробнее Перед тем, как начать описывать непосредственно сюжет Неплохо было бы познакомить читателя с персонажами Которые в этом сюжете принимают активное участие Тем более, что некоторые из них появились еще в первой игре Итак, Рю, сирота Обучался боевым искусством вдальсё мастера Коукена После обучения посвятил себя медитации Почему же Рю так неохотно вступает в бои? Дело в том, что он один из тех людей, которые способны обучиться смертельной технике Дарованной Чи Са Цуи Но Хадо Эта техника способна поднять боевые параметры на небывалую высоту Но и мир уничтожить для нее не проблема Рю сдерживает себя, но его боевые качества Давно заметил глава Теневиков Вайса Кен Мастерс Сын нефтяного магната В юности учился с Рю в Дэдзюкоу Кена Но, в отличие от своего друга, выучил только школу рукопашного боя Он обладает схожим, хоть и меньшим Чи потенциалом И склонностью к Хадо Знакомство с Рю причиняет Кену массу проблем То он сам станет приманкой, то его подруга Но дружба все стерпит К тому же у Кена и Рю еще не окончен свой поединок Поэтому Мастерс всегда оказывается неподалеку от Рю Чан Ли Сотрудник азиатского подразделения Интерпола Несмотря на цветущий возраст, девушка интересуется исключительно работой Конкретно, ее интересует Теневой Закон и ее руководство Правда, интерес девушки не совсем профессионален В прошлом ее отца, тоже Интерполовца, убил наемник Теневиков С тех пор Чан Ли вышла в Интерполе Гайл Бывший летчик ВВС США Ныне сотрудник американского подразделения Интерпола Действует в паре с Чан Ли, являясь блестящим оперативником Часто попадает в неприятности, благодаря своему взрывному нраву При случае может запустить в противника звуковой удар Правда, откуда у него подобные таланты, не объясняется Сагат В прошлом легенда Муай Тай, ныне один из лучших Теневиков Закона Во время одного из поединков Сагат случайно убил своего противника Причиной этому послужили спонтанный выброс Чи Правда, срок Сагат узкой стиле Благодаря очень щедрому залогу, который выплатила организация Теневой Закон Теперь Сагат работает на них В играх поединок с ним предваряет битву с Байсоном Причем убить его много сложнее, чем главу Теневиков Вега, он же Балрок Наследник знатного и богатого рода Тореадоров Но адреналина, получаемого в битве с быками, для него недостаточно Поэтому Вега устраивает бои насмерть в своем особняке Однажды к нему на огонек заглянул сам Пайсон И пусть Вега не владеет Чи, но скорость и мастерство заслужили ему добрую службу Ныне этот себе любивый маньяк является наемником Теневиков Байсон Он же Вега Глава террористической организации Теневой Закон Обладает небывалой психотенетической энергией Коя пользуется для подавления противников, отвода глаз интерполу и прочих непотребностей Сколотив состояние на продаже оружия, Байсон решил стать серым кардиналом сия земли Для этого он собирает вокруг себя лучших мастеров рукопашного боя Используя данные, полученные от них, Байсон хочет создать легионы обер-бойцов и диктовать условия мировым правительствам Вайпер Агент ЦРУ, работающий под прикрытием, внедрилась в корпорацию СИН, создающую новые виды вооружения Ее цель – глава корпорации по имени Сет На первый взгляд очень скользкая и приятная дамочки Но на самом деле она вынуждена играть в эту игру ради дочери, которую практически держит в заложниках Агента ЦРУ Сет Никакого родства с египетским богом не имеет Сет возглавляет корпорацию СИН, производящую новейшие виды оружия Но под этой ширмой все те же мотивы, что и у тени веков, хоть и более эгоистичные Сет сам хочет стать сверхчеловеком, используя силу ХАДА, что заключена в телах лучших мастеров Забавно, что советский борец Зангиев был списан с советского борца Зангиева Который в свое время на чемпионате мира, который проходил в Японии по вольной борьбе Победил японского чемпиона Видимо, таким образом капкомовцы отомстили России, сделав этого персонажа комичным и немного туповатым Субтитры создавал DimaTorzok